Жители, у которых отключили воду, отопление, электричество или другие коммунальные услуги, сразу же хотят знать причину и сроки окончания ремонтных работ. Отсутствие информации, как правило, влечет за собой большие всплески обращений в соцсетях и жалобы на различных электронных сервисах. Теперь для своевременного оповещения жителей о проводимых плановых или аварийных работах функционирует система оповещения. Ресурсная организация должна оповещать жителей через управляющую компанию или через администрацию округа. Контроль проведения информирования осуществляется Одинцовским центром управления региона. Работа у нас, сроки всегда зависят от того, какие возможности есть подрядчиков. А с точки зрения аварийных работ у нас сроки также определены, и они достаточно жесткие. То есть по воде у нас 6 часов, по горячей воде 8, по отоплению 8 часов, по электричеству 24 часа, газ 24 часа. Если холодной воды нету более 4 часов, то организуется подвоз. Прошу также ЦУР обязательно контролировать то, как этот алгоритм соблюдается на местах. Выделять отстающих, и если нужно, даже составить рейтинг качества информирования. Кроме того, для предотвращения аварий в округе подготовлена программа ремонта в сфере теплоснабжения. Она включает в себя более 3,5 километров тепловых сетей и свыше 100 объектов, которые планируется ремонтировать как в летний, так и в отопительный период. Это необходимо для снижения количества аварийных ситуаций. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.